доброго дня всем что-то не держит ман воздух сиденье упала так не слышно нигде сейчас накачаю пойдем прослушаем его еще раз сиденье не поднимается сейчас поднимется итак среда время без 22 пойдем сейчас сходим что-нибудь здесь пообедаем потому что я звонил на загрузку но они как в прошлый раз после обеда но я думаю что вот-вот должны уже позвать поэзей сюда так конкретно воздух сошел потому что я тут что нажал не то что надо поэтому сиденье не поднимается не поднимается сиденье уже воздух накачало может у меня тут что с пистолетом не уходит вроде не слышно что с сиденьем но не туда нажал просто поднялся так это конкретно ушел не знаю что здесь ничего не шипит у меня было шипел пистолет я обрезал эту трубку груши тоже тихо груши здесь что-то шипит слышите да а нет это этот кран кран сработал все хорошо это все нормально здесь все тихо и тут все тихо и здесь все тихо оторвалось привязывал дай никого не делится вот блин а как тут пройти не пройду я тут что пацаны думал на ольвах тут они габаритом здесь он загрузили какие-то баллонки с утра здесь грузились вон там у луфта на сейчас документы ждут стоят молотят жарко 30 градусов на солнце показывает я не знаю я ничего не слышу где этот воздух может уходить но факт остается фактом уходит причем так это неплохо на слух не слышно вроде что не глухой еще ну ладно сейчас там руки помоем короче пойдем по заправкам потому что думаю скоро позовут там пока загрузят с обеда мы туда пролетаем а вот шестой час уже нагрузиться будем сегодня на аромель а вот шестой час уже нагрузиться будем сегодня на аромель а до 11 вечера ясно хорошо только жду команды мне минут 15 до вас доехать хорошо ну хорошо понял я просто уже нервничать начал ну тогда дальше ждем без вариантов восьми часам только сказали приезжать а сегодня что-то у нас затянули с загрузкой продукция не готова продукция сказали не готова продукция сейчас без двадцати восемь час так час на следующем повороте поверните направо затем на следующем повороте поверните я уточнил выходные вроде как выгружают там ворамили ну там что-то печать не какая-то заморочка короче когда получил заявку читаю у меня написано выгрузка строго пока в понедельник 11 числа все базара нет сегодня среда еще медленнее можно ехать чем в прошлый раз до этого аромеля на следующем повороте поверните направо затем прибудите в конечный пункт это у них дожди что-то я не припомню что тут дожди были во всяком случае этой ночью дожда точно не было но 77 откроешься молодец я уже знаю куда ехать даже сразу из сразу едем туда за здание так то хорошо приезжать когда ты здесь уже был ты уже все знаешь на постоянках с одной стороны да хорошо но не знаю я не люблю по стоянке какой-то взять дим куда вот они постоянно идут улан-удэ 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 то все хорошо все интересно все прикольно но одно и то же каждый день тоже малость 1 доедает ну кому то нравится махнули пока стой что не готовы еще там немножко сейчас как раз подъедет чувак мы 30 полетом закинем и сразу подъедет а я наверно мешать ему не он 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 на этом он без прицеп а без прицепа добро все да просто это ну а раньше приехал но постой это ничего страшного хорошо полезно быстро делать добро можешь маленько вперед дать на всяк суть что там стоящую тут стоять разница абсолютно никакой все то же самое те же ведра короче все один в один а Можно идти в кабину, нечего тут стоять. Хотя можно и постоять. Насиделся уже, належался и насиделся. По-моему, даже так же, как и в прошлый раз было. Тоже, вроде сзади по одному стояли. Или нет, здесь было еще два, а здесь один. Даже чуть-чуть меньше. Еще один не готов, ждем. Сейчас штампанут, привезет. А может, уже вон везет. Ну и все, супер. Все, лихо. Быстро привезли. А, получается, на два палита меньше даже, чем в прошлый раз. Закрываем. Думаю, сейчас доки быстро отдадут. И все, и полетели. Нравится мне здесь грузиться. На Владик бы куда-нибудь загрузить вот это все, да? И пошел. Или куда-нибудь в Армению в какую-нибудь я бы съездил. С удовольствием. Хоть там сейчас и жарко. Солнечная горска, как днем светится. Весь. Смотри, светло. Можно свет включать. А время уже 12-й часа, ой, ой, ой. С чем мы светофор поймал? А ты что тут остановился? Так, дистанцию держишь или что? Ты стесняешься ближе подбираться. 12-й, уже 12-й отпустили. Где-то, ну, в начале 10-го. Уже 113 километров отъехал от загрузки. Подождительный какой-то чел, да? Я что-то не пойму, в чем прикол. Ну, значит, ему так захотелось. Вот. Если в этот раз с документами все было в порядке, мы, видно, научились делать. Так что, без проблем, уехали. Ну, сколько здесь еще, наверное, еще часа два. Я так думаю, да. Да, наверное, больше. До этого. До Ногинска. Мы до Ногинска доберемся. Сейчас на этот. Хотя нет. Пораньше. Часа за два-два с половиной. Девушка, идите спать. Время уже 12-й час. Вы, девушка, тоже идите уже спать. Река Киржач. Это же вот здесь по ходу, да, граница проходит? Владимирская. А, точно. Я никогда не обращал внимания. А вон Шильда, оказывается, с той стороны. Да, вон Владимирская область. Все. Сюда мы заехали. Доброе всем утро. Мы во Владимирской области. У нас четверг. 07.07.22. Выдвинулись потихонечку. В сторону Арамиля. Четыре дня нам на 1800 километров. Нужно на задней передаче ехать. Там как бы выходные разгрузиться можно. Но тебе не отметят документы, как положено. Поставить могут только печать склада. А печать компании, предприятия, получатели, те не поставят. И мне прислали заявку. Ну, в задание получил. Все у меня написано. Выгрузка строго 11-го числа. Все. 11-го, значит, 11-го. В Ногинске разбудили. Как бы спал бы. Как бы сейчас еще не раннее утро уже. Можно было бы еще поспать. Но получилось так, что поставили почти на самом задъезде. Ну и все. И машины тут. Кто-то выезжает. Кто-то заезжает. Кто-то ходит, кричат. Короче, поднять подняли. Разбудить забыли. Ну, а уже ж как жарко. И все. И фиг уснешь. Собрался. Выехал. Не знаю. Куда-нибудь сюда доеду. Куда-нибудь доеду. Приехать стоять тоже как-то не хочется. Под воротами там. Или на территорию даже, если запустят. Ну и стоять. Лучше каждый день по чуть-чуть ехать. Ну, мне так кажется. Посмотрим, как будет получаться. Короче, мы во Владимирской губернии. Вы видите, когда-то пост был. А сейчас это место для графики, да? Потиху едем. Здесь что у нас воздух уходит. Что ж такое-то, а? Ни фига не слышно. А утром встаешь. И воздуха нет. И вот держалось же. Вот что-то последние пару дней. Где, что, чего. Ну, все тихо. Вязники. Попьем чайку. Не торопясь. Не знаю. Не слышу я, не слышу. Куда же ему ходит. Чуть не охота в кафе идти. Чайник поставлю. Чайку, кофейку сделаем. Стоять, Зорька. Каска упала. Времени, вагон и маленькая тележка вон сзади. Что с этим воздухом? Куда он убегает каждое утро? Тишина. Тишина. Че, как тут липхер в условиях санкций работает? Как-то в прошлый раз ехал и даже не обратил внимания. Это вообще чья контора липхеров? Австрийская или немецкая? Надо посмотреть. Не, он машинами все заставлено легковыми. Значит, работают. Расширились они здесь так. Это нехило, я вам скажу. Я когда приезжал сюда, было только вот это здание. Вот этого всего не было. Ну, вон сколько легковых машин. Трудятся, трудятся. Что, как тут у нас за мной пост ДПС? Не ДПС, а этот. Транспортный. Оценим. Видите, как он проехал. Обратили внимание, да? На бочке. Давай, колесо пустил. А я смотрю тут. И не обязательно тут через весы ехать. Казаха остановили. А впереди Казаха шел Литов. Литовская Мерседес. С площадкой. Значит, его пропустили. Чем-то у Матинского решили тормознуть коллегу. 33 градуса на улице. Вот пока едешь, хорошо. Как только стал, сразу жарко. Сейчас бы в какую-нибудь канаву залезть. Нет, пока едешь, то нормально. Конзор работает. Все прохладненько. Все еще чинарем. Надо ехать до позднего вечера. Чтоб когда становишься, уже не так жарко было. Не знаю. Куда сегодня? Куда-нибудь заедем, ехать. Осталось-то полторы тысячи. А сегодня только четверг. Еще время 2 часа дня. Пятница, суббота, воскресенье. Опять надо как-то разделиться на все дни. Зержинск. Зержинск. Город химиков. Химпроизводств здесь много. Химзаводы всякие. Ездил я сюда. Несколько раз здесь был. В самом Держинске. Я растамажился, я погружался. И загружался здесь. Доводилось. Доводилось уже тут бывать. В нем. Не буду перестраивать сейчас. Кран обгоним, тогда перестройщик. Ну так я вам скажу, так как этот кран тоже неплохо топит. Я думаю, сейчас его 3 секунды догоню. Не сопротивляется галичанин. Правда, я 82 иду. Не 90-х. Я думаю, километров 70 он бежит. Молодец. Красавчик. Собрались уже. Давайте, езжайте. Прошлый раз ехал, я не знаю, как вам видно. Сколько тут газелей стоит за тем забором. Я не знаю, их тут тысячи. Если не миллионы. Не, ну миллионы нет, конечно. Там вообще все заставлено. Ну, камера этого не передаст. Надо видеть. Обалдеть. Это же там этот завод, да? Вот, наверное, от завода склады. С ума сойти. Там, как я в прошлый раз ехал, я не успел. Думаю, в этот раз специально надо заснять это дело. И тьма тьмущая просто. Нижегородская бездна. Сейчас чуть-чуть. Акуб пересекем. И, ну, дальше там. Надо, кстати, это... Сейчас в Google залезть. Ой, в Яндекс залезть, посмотреть, что там к 100. Может, опять придется через город ехать. Залезать от зерла. Провентилировать. Фига всякая ямина на дороге. Если в деревне цель, все, и мост оторвешь. А если на легковой, так точно. Прямо вот в полосе такая. Как руль, наверное. Такого же диаметра. Аэропорт Гнилицы у них называется? В Нижнем Новгороде аэропорт, да? Ну, или это может... А, нет, наверное, сказать, что это просто обказатель Гнилицы. В Нижнем же есть аэропорт, правильно? Долженник. Удивительно, я думал, Газель выскочит. Нет, не выскочил. Молодец, респект. Так, я затарился. Пять канистр взял. Сейчас пока он бензовод сливается. Две канистры сейчас сразу в ящики поставим. Там пустые, я выброшу. И три зальем. Нет. Он сигналит, когда там никого нет. И три зальем. У меня там литров 15 осталось. Как раз будет полный бачок. И этот. И в запасе. Так, пожалуйста. 80 литров. Топливо сказали минут 10-15 подождать. О, а эти тоже залью и выброшу потом. Нафига они мне нужны. Вот что тут круто, говорю на этой заправке, что это можно лить с двух пистолетов. Это очень-очень здорово. Не надо эти все переезды делать. Фигней заниматься. Здесь у меня уже налито. Потом просто счетчик подогоню. Подровно. Больше 900 литров пистолет не выдает. Ну, эта колонка. Надо было на десятую становиться. Там и тонну. Я тонну 100 заказал. 330 по остатку было. Ну, еще Ман приехал сливаться. Один слился, второй приехал. Красавцы. Один за одним. Как электрички тут. Итого, итого. Итого. 452. 1631. Еще 83 литра. Нет, не степлер. Еще 83 литра. Это вот последний раз я штучей заправлялся. На этой же соправке. И 100 литров нашей ходовой жидкости. Ну, зато теперь все. Все полное. А вот. Кручили, думаю, от машины. Нет, квартиры, где деньги лежат. От машины. Заправлены под завязочку. Баки полные. Бачок полный. Еще и 80 литров в запасе. Видите? Все. Этот полный. Этот еще. Он еще. Вот, все. Одуплился. Тоже полный. На улице 32. Ёмое. Забыл передачу выключить. Когда глушил. Почти час времени. 54 минуты ушло. Четыре канистры туда выбросил. Пять, вернее. Одну забрали. Коллега говорит, что ты не сказал, что ты будешь выбрасывать? Я тут должен по заправке бегать. Спрашивать, кому нужны канистры. Иди забери, говорю. Они сверху лежат. Ни внутри, ни внизу. Одну пошел, забрал. Ой, колейка рассосалась. Тут же колейка была. Я на заправку заезжал. А, ну. Не сильно она рассосалась. Вон она начинается. Ну тут немножко. Здесь будет весело завтра. В пятницу. А сегодня это ни о чем. Казань 373. Не, не поеду я сегодня ни до какой Казани. Сейчас время 4 часа. Сейчас как дядя Дима говорит, в Лысую деревню еще заедем. Сходим там в Магнит. И не знаю, может быть. Может быть даже перед Чебоксарами и стану. Куда мне спешить? Абсолютно некуда. Спешить совершенно некуда от слова совсем. С-очка побежала навстречу. Только морда разбитая уже. Какая С-очка не смог сказать. Только вижу, что С-очка. Ну, что сказать. По комфорту, конечно, внутри понятно. Вопросов нет. Но вот как... Не знаю, как едет Ман именно вот этот. Не предыдущий. Предыдущий, но... Ну, тот, на котором в прошлый раз ездил. Ну, тупой. Вот именно как ведет себя на дороге вот этот Ман. Ну, мне очень нравится. Как он вот эти вот передачи и вообще вот мягкий. Вот мягче Scania. Вопросов нет. Scania моя была жестче. Все ямки ощущал. А этот плывет над ямками. Как когда-то ехали. Я все время не мог понять, почему на Рену Магнума... Мы на Scania эти ямки переваливаемся вот так вот. А они на Магнума... Только колеса эти вот так подпрыгивают. А они слились. Пока сам сел не проехал. Вообще ям не чувствую. От слова совсем. Полностью. Сидишь только тебя покачивает. Что там? Все на подушках кабины. Этот сарай здоровенный. И тот на подушках. Все на подушках. Прекрасно по мягкости автомобиль ему вообще. И сарай какой. Пол ровный. Это еще какие годы были. У него уже был пол ровный. Сидения эти поворачиваются. У нас там еще черный принц был. Там что-то потарочный какой-то. Или что там. Ну правда. Морозов он боялся. Значит пацаны на Казахстан поехали. Замерз этот черный принц. Вся панель там давай светится как в самолете. Пока не отогрели в боксе. Так он и не поехал. Не смогли его завести. Не предназначено для таких. Он был. Там они что-то куда-то в Атерау там ехали. Там баром ожидали. Там баром замерз. Там моста еще не было. Через речку там не только называется. Когда со стороны Астрахани. Идешь туда на Атерау. Они там повисели так неплохо. Вот. А так Магнум. Я скажу что. По комфорту это наверное ну. Вообще был. В плане вот кабины. Вот сиденья. Ну спальника. Вот это место. Даже в Скане меньше было места. Чем в Рено Магнуме. Мы в Долину Смерти спускаемся. Срезали. Уже подъем со спуском. Это даже вроде как уже и новый асфальт. Там он в одной полосе виднеется. Каждый год тут ремонтируют. Каждый год тут. И летом никто не едет. А зимой тоже не едет. Если не ты подъем. Снег пошел. Подъем не посыпан. Все. Все стоят. Снег пошел. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Некомфортный Там нет большого уклона Таска стоят А нет, здесь в принципе довольно таки ровно Да, не терпеть Не то, что не люблю, я терпеть не могу такие парковки Ну, уже без вариантов Больше не поеду сюда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok